Много тем будем обсуждать сегодня. Одна из них, но тут больше видеокартинка имеет значение. Любимое всеми место, Почаинский овраг, обсуждаемое место. То место, куда весной приходят все общественники, все неравнодушные жители города для того, чтобы навести порядок. Так вот, накануне также был круглый стол для того, чтобы обсудить будущее Почаинского. Ну да, действительно, коллеги информационные рассказывают о этом вполне, показывают тут генплан, показывают лица тех, кто обсуждали. Для нас самое интересное, это скорее повод еще раз увидеть это место, посмотреть с высоты птичьего полета на то, как сейчас выглядит Почаинский овраг. Кому-то нравится, как он сейчас, первозданном состоянии практически. Можно пофантазировать, потому что в плане сделать тоннель под Лыковой дамбой и соедините пешеходные две части оврага. А также реку, которую наши предки зачем-то закапывали под Почаинским оврагом, вернуть ее в открытое рост. Это точно. И, кстати говоря, преподаватели всех исторических факультетов, знаешь ли ты об этом, Оксана, или нет, говорят о том, что Нижний Новгород все-таки не на слиянии Оке и Волги, а на слиянии Волги и Почаина Нижегородский Кремль основан. Но это так, маленькая деталь. Давайте посмотрим на Почаинский овраг сейчас. Почаинский овраг. Почаинский овраг. Но пока это все предположительно, будут разработки, будет предложен для обсуждения. В начале следующего года мы все сможем с вами принять участие в таком интерактивном голосовании, для того, чтобы понять, каким будет Почаинский овраг. Да, тем более, что современные технологии позволяют сделать многое. Посмотрим, что и здесь. Речку было бы интересно посмотреть. Хотя, забавно, наши предки ее обрекали в трубы и закапывали. Мы поднимаем наверх. Вот такое нынче время. Времена меняются. Это точно. И кто-то когда-то ездил на лошадях, кто-то потом на печном топливе. Сейчас в моде бензин, дизельное топливо. Постепенно переходим на электричество. Поэтому сегодня всем интересно, а лет через 30 на каком топливе будут ездить автомобили? Да, про это мы говорим сейчас, какое топливо. Кстати, видел картинку, которая, меня, честно говоря, удивила. Это страны, которые планируют отказаться от личных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Там, значит, помечено, естественно, Соединенные Штаты Америки. Вот Америка помечена. Западная Европа, Северная. Остальные пока не планируют. Но, тем не менее, уже сегодня, во Всемирный день качества, который отмечается, эксперты собрались и пытаются понять, а каким будет рынок топлива уже в ближайшее время. Уберут ли электромобили заправки с обочин наших дорог? Это же большой вопрос, серьезный. Вот обсуждение идет сейчас в режиме онлайн. То, что вы видели на видеостене, началось в 12 часов дня. Вы можете присоединиться к этой беседе для того, чтобы послушать экспертное мнение. Также вы можете задать вопрос в прямом эфире. Вот как сейчас это происходит. Ведущий Петр Шкуматов говорит, что поступил вопрос, что делать водителю, если его вдруг заправили некачественным топливом. Давайте посмотрим участок этой дискуссии, о чем говорят эксперты. Но он, как вы, Алексей, правильно сказали, чувствует, что как-то машина хуже ехать стала или расход топлива увеличился. А как человек может доказать, что ему залили некачественный бензин? Ведь далеко не у каждого автомобилиста есть мобильная лаборатория, которая может выдать такой протокол испытаний. Ко мне вопрос. Ну, во-первых, хотелось бы напомнить про методичку, которую Росстандарт совместно с Институтом Губкина в свое время разработал. Все, что нужно знать при заправке топлива. Она имеется в открытом доступе. Можно прям вбить в Яндексе или где-то в другом поисковике. И она откроется. Там можно все прочитать, все рекомендации, лайфхаки, типовые вопросы и сомнения. И в том числе, что делать. Ну, первая рекомендация, я думаю, это все ко мне присоединятся здесь. Это если чувствуется какое-то нехарактерное поведение автомобиля, либо двигателя, конечно же, надо прекратить дальнейшие движения. Потому что усугублять ситуацию не нужно. И, соответственно, выяснять причину каких-то потенциальных поломок, обратиться в автосервисную службу. И желательно, конечно, с эвакуатором направить автомобиль в соответствующий центр. А образцы топлива потом куда? Что касается образцов топлива, тоже можно провести соответственные исследования. Но, опять же, это будет, к сожалению, не арбитражный метод. И здесь, то есть, оно... Там достаточно сложно юридически доказать. Опять же, это можно. И если мы говорим про добросовестный АЗС, то, как уже Виктор сказал, бывают всегда технологические сбои. И добросовестный АЗС, как правило, идут на, так сказать, встречу с своим потребителем. И получается урегулировать в досудебном порядке. Но если этого не происходит, то, конечно же, надо направлять жалобу в Росстандарт в наше территориальное управление и территориальное отдело. Опять же, методически все адреса есть. И Росстандарт обязательно проведет соответствующие надзорные мероприятия. Теперь уже в режиме тайного покупателя в отношении конкретного нарушителя. И если есть нарушение, соответственно, это будет дополнительным стимулом для такой АЗС компенсировать ущерб для гражданина. А мы, с своей стороны, примем все необходимые меры воздействия, включая вот этот оборотный штраф, и обязуем эту АЗС принять меры по предотвращению дальнейшего вреда. То есть... Ну вот, пожалуйста, судя по всему, это представитель как раз Росстандарт федерального агентства. Росстандарт, да, сейчас в прямом эфире. Это вообще федеральная прямая линия по качеству моторного топлива в России. Кстати, озвучили они ее и озаглавили очень интересно. Конец эпохи бензина со знаком вопроса. Именно с таким вопросом к россиянам и обращаются представители круглого стола, для того, чтобы понять в будущем, какое топливо будет востребовано, если вы владелец автомобиля. Ну вы видите, какие серьезные напряженные лица у представителей нефтегазовой отрасли. Значит, конец эпохи бензина, возможный совсем уже скоро. Ну да... Раз затронули тему качества бензина, то для Нижегородской области есть уже любимый проект трассы, по-моему, он называется. Да, абсолютно верно, экологический проект. Проходит он пару раз за год, когда представители и Росстандарта, и представители законодательного собрания выезжают для того, чтобы проверить качество бензина на тех автозаправках, на которые чаще всего жалуются, ну и просто заглянуть на первую попавшуюся для того, чтобы вот так случайным образом попасть и проверить. Да, мы, кстати, наверное, в ближайшее время, опять же, встретимся с организаторами проекта, возможно, поговорим о том, какие результаты за последнее время стали лечащей бодяжить, прямо честно скажем, бензин. Но это совсем другая тема, к ней мы будем возвращаться в будущем. Ну а пока мы делаем шаг вперед, и в нашем эфире еще одна тема, о которой мы хотели бы вам рассказать чуть подробнее. А теперь о культуре и о музеях. Уже совсем скоро, то есть завтра, эксперты подведут итоги года, можно уже говорить, уходящего, и поговорят о году будущем, а году будущем это касается проекта «Музейные маршруты России». Это будет в Санкт-Петербурге, будут названы регионы-участники будущего 2022 года. Для тех, кто не знает, что это за проект «Музейные маршруты России», мы готовы вернуться на полгода назад, в апрель 2021 года, когда в Калуге этот проект презентовали от лица Министерства культуры России. Презентовала замминистра культуры Алла Манилова. Сегодня старт проекта Министерства культуры «Музейные маршруты России», проекта очень важного для музеев. Мы хорошо понимаем вместе с регионами, с руководством и федеральных, и региональных музеев России, мы отчетливо понимаем, что пандемия обострила проблему, которая и раньше существовала для наших музеев. Это недостаточное умелое профессиональное продвижение музеев, недостаточное инпозиционирование в России, не всегда умение формировать спрос на музеи в разных уголках нашей страны. Пандемия обострила эту проблему. Поэтому наш проект – это ответ на этот вызов временем. Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны узнали не только топ-10 федеральных музеев, а чтобы узнали десятки и сотни музеев России, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие. И знаете, мы сейчас в каком-то смысле инсайдерскую информацию, наверное, получим в прямом эфире Нижегородского телевидения. Знаете, в эти минуты директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника НГИАМС, более известная аббревиатура Юрий Филиппов, находится в Петербурге. В Петербурге для того, чтобы принять как раз участие в определении тех самых музеев-участников, которые станут частью проекта в будущем году. Юрий Владимирович. Добрый день, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Юрий Владимирович. Да, да, слушаю. Да, вы в эфире сейчас в Петербурге находитесь. Благодарим, что нашли минутку для того, чтобы пообщаться с нами в прямом эфире. Юрий Владимирович, в этом году в музейных маршрутах России участвовали 9 регионов России. Нижегородская область почему-то не попала. Есть ли надежда, что в 2022 году мы будем представлены? Пропадает у нас сейчас связь. Юрий Владимирович, хорошо ли вы нас... Пропадаете. Пропадаем еще раз связаться с Юрием Владимировичем. Все-таки прямой эфир, и мы пытаемся дозвониться в Санкт-Петербург. Именно там завтра, 12 ноября, будут названы регионы-участники 2022 года. Немножко обидно было, что в 2021 году ни один из музеев Нижнего Новгорода, Нижегородской области в этот проект не попал. Но тем не менее, большая надежда, ведь у нас очень достойные экспозиции, достойные музеи, которые, конечно же, там быть должны. Вот для меня вообще удивительно, особенно вот когда Ночь музеев, ну вот в допандемии, по крайней мере, время объявлялась в Нижнем Новгороде, выстраивались просто вот огромные очереди на входе в любой Нижегородский музей, будь то, не знаю, усадьба Рукавишниковых, да, или еще, да, даже тоже Нижегородские крепли. Я думал, ну вот как вот можно без нас, да, в такое время быть в проекте «Музейные маршруты России». Юрий Филиппов снова с нами на связи, подсказывают нам коллеги. Юрий Владимирович, как со связью? Юрий Владимирович, вы в эфире. Ну вот сегодня категорически нас связь подводит, к сожалению, не получается у нас пообщаться. Давайте попробуем еще раз связаться. Вроде бы до Санкт-Петербурга рукой подать, но тем не менее, почему-то связь не улавливается. Возможно, погодные условия, которые сейчас есть и в Нижегородской области, и в Санкт-Петербурге, как раз мешают нашему общению. Но давайте попробуем сейчас тогда прогуляться по как раз тому проекту, которым руководит Юрий Филиппов. Гямс, что это такое? Какие музеи входят в этот проект? Ну, интересно хотя бы даже со стороны посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Настолько обширен НГЯМС. Пандемия изменила очень сильно мир вокруг нас, а также мир музеев и место музея в этом мире. И для преосмысления именно места музеев, новой работы музеев, и был создан вот такое мероприятие, как «Музейные маршруты России», где в 10 городах России в течение 2021 года проходили конференции, посвященные этому вопросу. Это было вообще удивительное общение, где министры общались с министрами, директора, с директорами, начальники департаментов туризмов, со своими коллегами. То есть туристические общались с культурными, управленцы тоже. То есть мы отменивались своими мыслями, своими знаниями, своими вновь приобретенными умениями и навыками для того, чтобы встроить в нормальное русло именно работу музеев. Даже делились как-то и своими бедами, своими успехами. Были очень интересные доклады, начиная там от повышения посещаемости музеев, заканчивая, конечно, в ней бюджетной работой. Мы, например, как Нижегородская область, мы очень хорошо смели в 2020 году выйти онлайн, и как шутим до сих пор, можем оттуда выйти иногда. Мы поделились своими знаниями, умениями и навыками, своими мыслями, как делать музейные ролики. Начиная от 5-9 секундных роликов, заканчивая полуторачасовыми лекциями. Наш опыт был очень хорошо встречен, одобрен, и очень многие хотят, действительно, со мной списываются, спрашивают, а как это, а как это вы делаете. То есть, понимаете, Нижегородская область тоже идет в ногу вот так вот со временем, преодолевая пандемию, и не давать людям слишком расслабиться, но не дать им сильно отдохнуть. Именно показать работу музея со всех сторон. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Может быть, наладилась связь? Юрий Владимирович, вы нас слышите? Да, да. Отлично. Получится ли так, что кто-то из музеев, какие-то из музеев Нижнего Новгорода войдут в этот проект «Музейные маршруты России» уже в следующем 2022 году? Ну, дело в том, что НГИАМС-то уже вошел. Я ездил на нашему Нижегородскому государственному историю и архитектурному музею-заповеднику. Я ездил на несколько конференций. Со мной ездил заведующий филиалом технический музей Куртим Вячеслав Викторович. Мы, кстати, единственные, кто на одном из таких мероприятий показали интерактив. У нас играл настоящий походный граммофончик. Это да. Мы знаем, Юрий Владимирович, что у вас много есть вещей, которые удивляют. И в эфире тоже наши зрители их видели. Спасибо большое за возможность пообщаться. Удачи желаем и новостей из Петербурга. И приглашаем всех и нижегородцев в музей Нижнего Новгорода. Конечно, в разумных рамках, которые совпадают сейчас с теми требованиями, которые есть по ковиду. Предъявление QR-кодов, конечно же, в масках, конечно же, соблюдение необходимых дистанций. На самом деле, время ковида дало нам возможность виртуально гулять по музеям. Это тоже очень здорово. Ну, как не поговорить о погоде? Особенно в такую погоду. В такую погоду, знаете, когда хорошая собака и хозяина на улицу не выгонят, да, как шутя иногда говорят. Но, тем не менее, та погода, которая устанавливается в Нижнем Новгороде, видимо, предвестник того, что зима, не за горами. И уже совсем скоро снежный покров будет, ну, не такой, как сегодня, а такой достаточно стабильный. И эксперты Яндекс.Погоды нас удивляют и говорят о том, что Нижний Новгород, Нижегородская область входит в тройку регионов, где снежный покров такой достаточно усиленный. Сегодня мы увидели заголовки в средствах массовой информации о том, что мы один из самых снежных городов-миллионников России. А мне интересно, как посчитали эксперты наглядно, журналисты всегда стремятся к наглядности, да. За сезон на город ложится примерно 52 миллиона камазов снега. Я не могу себе представить ситуацию, где собралось бы одновременно 52 миллиона камазов, но аналитики Яндекс.Погоды знают. По словам аналитиков, снег в Нижнем идет в среднем 114 дней. Последний раз он обычно появляется в апреле. Кстати, первый снег в этом году был 19 октября. Также толщина снега, выпавшего за сезон, равна в среднем 126 сантиметров. Ну, это как-то даже выше, чем по пояс. Это средний восьмиклассник, давай так скажем. По поводу 52 миллионов камазов снега ты уже озвучил. А вообще всего снег лежит примерно 147 дней в году и исчезает во второй половине апреля. Для кого-то эти цифры грусть, тоска, печаль, кто-то снегу радуется. Давайте обсудим, по крайней мере, и текущую, в том числе, погодную ситуацию. С нами на связи наш постоянный эксперт, начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ Верхневолгской УГМС Ольга Макеева. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Ольга Дмитриевна, добрый день. Добрый день всем. Сегодня такая погода, что даже носа из работы, из кабинета, из вашего, наверное, показывать не хочется. Да, действительно, к нашим районам приближается атмосферный фронт. Он уже идет по западной половине области. И, конечно, с ним весь букет неблагоприятных ноябрьских таких явлений осенних. Даже уже, я бы сказала, предзимних. Потому что, кроме снега, ледяного дождя, на открытых участках метели, порывистый ветер, гололедные явления, включая и гололедницу на дорогах. Вот все это сейчас наблюдается по западной половине нашей области. И до конца дня, а также в первую половину ночи, большинство из этих явлений сохранятся. Ольга Дмитриевна, вот эта вот снежная крупа, которая сегодня многих повергла в тоску и печаль, когда они утром выходили из дома. Это уже все навсегда? Или еще немножко что-то расклеится, подморозится? Вот устойчивый снежный покров стоит ли ожидать уже в ближайшие дни? Чаще всего у нас снежный устойчивый покров в Нижнем Новгороде ложится 17 ноября. Но вы сами знаете, год на год не приходится. И установление такого устойчивого снежного покрова нередко происходит от двух и даже до пяти раз. Вот это третий снежный покров, второй снежный покров, который у нас формируется в Нижнем Новгороде. Сразу замечу, что в прошлом году у нас 14 ноября, как снег постепенно лег на газоны, на тротуары, на поля, он так и остался в большинстве районов нашей области. Чаще всего в ноябре уже все левобережье у нас покрыто белым покрывалом. Ольга Дмитриевна, можно ли настолько заглядывать в будущее и говорить, какой будет зима 2021-2022? Вот Яндекс.Погода считает, что уже многоснежная будет. Дело в том, что я не знаю, кто у них прогнозирует, но во всем мире пока еще не изобрели. Вот нет таких методов, чтобы спрогнозировать количество осадков на зимний период, когда бывает и твердая фаза у осадков, и смешанная, и жидкая. Ни американцы, ни европейцы, ни россияне пока этого не делают. Прогноз составляется только на один месяц. В этом году, вот в ноябре, у нас осадка приближается к норме от 40 до 55 миллиметров. Причем те дожди, которые выпадали интенсивно, в первую неделю они уже практически до половины выполнили месячную норму. Что касается снега, который будет идти, то на фоне низких температур, ожидаемых нижегородскими синоптиками, поскольку до конца дня, до конца этой недели температурный фон в ночные часы в среднем будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза, дневной фон минус 3, плюс 1 градус. И более серьезное такое понижение, по предварительным данным, в начале следующей рабочей недели. Там температурный фон может быть и достигать 5-10 градусов мороза ночью, днем минус 2, минус 7. И, конечно, все это будет сопровождаться уже осадками только в виде снега. Вполне возможно, что и этот снег может выпасть, лечь в зиму. Хотя я отмечу, что впереди декабрь крайне неустойчивый месяц, когда один за другим в наши районы смещаются атлантические циклоны. Они несут не просто тепло, они несут влагу в виде дождя, отепели. И даже был такой год, 2008-й, многие помнят, тогда у нас отепели, интенсивность их достигала минус 8 градусов. Плюс 8 градусов. Да-да-да, многие тогда говорили о том, что европейская зима в Нижний Новгород пришла. Ольга Дмитриевна. Теперь такие зимы будут всегда. Но мы не можем не спросить, потому что телезрители нас завалили следующими видеокадрами. Мы сейчас вместе с вами посмотрим. И так понимаем, что только вы можете нам ответить, это НЛО к нам прилетело или это такие погодные условия. Вот фотографии, видео, пожалуйста, одно из них. Из автозавода снимали, за речной части города. Какая-то линза, водоворот, вихрь какой-то. Кто-то говорил, дыравнивая. Что это? Да, некоторые действительно говорили о том, что это НЛО прилетело в Нижний Новгород. Кто-то пытался найти разумное объяснение, кто-то просто наслаждался красотой. Просто, я не знаю, гигабайты, терабайты видео во всех социальных сетях примерно одинаково. Вот такого содержания. Ольга Дмитриевна, что случилось с небом? Я специально, поскольку вчера телефон разрывался от звонков по поводу этой фотографии, я специально вам хочу показать вот такую книгу «Атлас облаков». Это специализированные издания для наблюдателей на нашей сети. Именно здесь представлены фотографии различных видов облаков. Вот это как раз те высококучевые чечевицеобразные облака. А тут просматриваются и перестыкучевые облака. Как же произошло, что в середине образовалась такая дыра, дырявое облако? Дело в том, что в этом «Атласе», конечно, описываются условия и формирование многих облаков. Именно температура, это была перехлажденная вода. Температура на этих высотах была около 30 градусов мороза. И любые дополнительные ядра конденсации, которые вносились именно из-за близости воздушного транспорта. Вы же знаете, там рядом Стригина у нас аэропорт. И когда сюда были внесены эти ядра кристаллизации, начался лавинообразный процесс сублимации. То есть температура быстро стала понижаться, образовывались лединки, которые устремлялись вниз. И вот этот веер из паутинок в центре этого круга, это, конечно, полосы падения. И как в «Атласе» Всемирной Метеорологической Организации про облака написано, это появляется вот брешь в облаке, полоса падения. Вот эти тонкие нити, они сформированы теми льдинками, они представляют форму призм таких ледяных. И, конечно, солнечные лучи, проникая через них, формируют маленькие вот такие явления, красочные гало, маленькое такое солнце радужное. Конечно, если бы условия позволяли и нам расширить обзор, то вполне возможно, это мы увидели бы даже солнце с ушами. То есть и с одной стороны вот такое маленькое солнышко, и с другой от солнца формируется это явление такое, достаточно используемое в научном мире. Ну и прямо сейчас та рубрика, которую вы любите, потому что мы решаем ваши проблемы. Вы к нам обращаетесь по каналу прямой связи 434-3477, возможность дозвониться в рамках прямого эфира. Можно написать на электронную почту, можно в группу ВКонтакте, день за днем она называется. Евгений Алексеевич дозвонился, насколько я знаю, по поводу починственного врага. 434-3477, номер лучше записать, если хотите высказывать в программе. Евгений Алексеевич говорит, что починную речку нельзя ни в коем случае убирать из коллектора. Посмотрите на берега малых рек, которые протекают по Нижнему Новгороду. Береги превращены в помойку. Вот такое мнение Евгения Алексеевича. Но там-то по-любому сделают как требуется. Берег, скорее всего, будет каменный, вряд ли оставят вот именно такой луговой какой-то вариант. Но мы посмотрим. Мы следим в этой идее только. Когда было обсуждение на круглом столе, что делать с починским оврагом, восторг вызвала идея вытащить речку почином. Оформить красиво. Написали коллеги-журналисты. Вот как вот если в Петербурге, это да. Ну ладно, давайте посмотрим. Начнем с обратной связи. С приятной связи. Потому что на галоне прозвучала жалоба по поводу того, что происходит на дорогах Приокского района. Без знаков опасный участок как для граждан, так и для водителей, написали вы. Где же администрация? Можем, не знаю, посмотреть видео или сразу перейти к ответу. Давайте посмотрим, да, раз уже есть возможность эти кадры увидеть. Чтобы понять, чем проблема. Что прислал нам человек в редакцию. Хорошо, видео осталось уже в прошлом дне. Давайте тогда ответ администрации посмотрим. Ответ мэрии, что происходит на дорогах. Вот видите, сейчас такие жуткие, конечно, котлованы разбиты. Ответ звучит следующим образом. Администрация района оградила люк, который в этом видео есть. Информация администрации города передана в водоканал и ждут информации по срокам установления крышки. То есть работает, работает, в общем-то, механизмы связи. Поэтому обращайтесь, пишите посты, присылайте видео, фотографии. Есть реакции, причем достаточно оперативные на ваши замечания. Переходим к следующему посту. И опять это касается мусора. Вы знаете, мы заглянули в календарь. На следующей неделе отмечается день переработки мусора, по-моему. И вторичной переработки. Или день вторичной переработки. Как-то так он звучит. Мне кажется, было бы актуально, когда в нашей студии появился бы представитель организации, которая отвечает за переработку мусора, для того, чтобы ответил на все наши вопросы и на все ваши жалобы. Так вот, что касается улицы Юбилейной, 39А. Второй месяц подрастает куча мусора и хлама напротив окон отдела судебных приставов. Скоро снегом завалит. И как же это все будет? Фотографии прилагаются. Конечно, понятна ирония по поводу близкого нахождения отдела судебных приставов. Хотя не отдел судебных приставов, наверное, занимается вывозом мусора. Но посмотрим. Да, такая пикантная деталь, если можно сказать. Но вот так бывает. Особенно грустно, когда вот такие пакеты остаются после еще и весенних уборок. То есть мы убираем город, выходим на субботники, складываем вот в эти самые ненавистные уже черные полиэтиленовые мешки. Они потом вот кукуют даже до зимы в некоторых случаях. Вероятно, это такой случай. Давайте о приятном. Хорошо. Давайте вот на жалобах пока поставим точку и вернемся уже в следующих эфирах. А пока посмотрим, как обитатели зоопарка Лимпопо поживают. Судя по всему, очень даже неплохо. Белая медведица Умка Аяна просто кувыркается в бассейне Лимпопо. Хотите так же? Просто берет и просто кувыркается. Просто берет и кувыркается. А мы просто посмотрим. Видео, которое заставляет улыбнуться. Знаешь, сколько там в ТикТоке просмотров? Какого настроения ты не находился? Ну что за пяточки? Все хорошо. Невероятное количество просмотров в ТикТоке сейчас. Собственно, из ТикТока это видео и нам принесло сюда в редакцию программы. Приходите просто в зоопарк Лимпопо для того, чтобы посмотреть на животных, которые там обитают. Вот, кстати, мой въедливый ум журналистский даже позволил мне отследить биографию этой медведицы. Она появилась у нас в Нижнем Новгороде в 2019 году. Она была совсем недавно, но уже достаточно комфортно себя чувствует. Но, вы знаете, Нижний Новгород уже готовится к Новому году. Хорошо, хорошо, что заранее, потому что праздничное настроение, оно всегда приятно. Ну почему? Здесь есть дискуссия, потому что кому-то нравится настроение, вот эти лампочки, огонечки новогодние, да, и музыка сразу возникает соответствующая рождественская. А кто-то боится, что перегорится этим настроением? А есть те, кто вот говорит, что не надо этого делать так рано, возмущается, дескать, зачем вы нам сразу новогоднее настроение еще в ноябре создаете? В общем, спорить можно долго, но лучше просто посмотреть на улицу Большую Покровскую, которая уже, мне кажется, готова к тому, чтобы вот завтра, например, раз и 1 января наступило. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok